Всем привет! Меня зовут Дарья Нелуш. Уже 6 лет я готовлю ребят к ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию. Во всех соцсетях вы можете найти меня как Дарья ЕГЭ. Подписывайтесь, везде много полезного и интересного. Сегодня мы с вами разбираем демоверсию ЕГЭ 2025. Начнем мы с того, что такое демоверсия. Демоверсия это примерный вариант, который нас будет ждать на ЕГЭ. Давайте начнем с основных моментов. ЕГЭ по обществознанию включает в себя 25 заданий, из которых у нас 16 заданий тестовой части и 9 заданий второй части, то есть с открытым вариантом ответа. Всего за выполнение всех заданий правильно мы можем набрать 58 первичных баллов, что во вторичной системе приравнивается к 100 баллам. В структуре варианта у нас изменений нет, но тем не менее давайте по нему пробежимся и посмотрим. Задание первое стандартной формулировки. Приведен перечень характеристик. Все они за исключением двух относятся к какому-либо понятию. Нам нужно найти две выпадающие характеристики. Это задание оценивается в один первичный балл. Кстати говоря, первое задание, оно может быть абсолютно по любой теме. Задание номер два. Это задание всегда по блоку человек и общество. И оно у нас на анализ суждений, то есть выбрать верные суждения. Правильных ответов здесь может быть от двух до четырех. Задание оценивается в два первичных балла. Задание номер три. Это задание на установление соответствия между чем-то и чем-то. Задание также по блоку человек и общество. Оценивается оно у нас в один первичный балл. Задание номер четыре. Это задание задачка. Здесь нам задается какое-то условие и нам нужно найти подходящий ответ. Тоже задание по блоку человек и общество оценивается в два балла. Правильных ответов здесь также может быть от двух до четырех. Задание номер пять. Это задание по блоку экономика. Оно у нас также на анализ суждений. Правильных ответов тоже может быть здесь от двух до четырех. И оценивается оно в два первичных балла. Ребята, обращаю ваше внимание, что в целом все задания и все формулировки стандартные. То есть чего-то нового здесь нет. Шестое задание. Тоже блок экономика. Задание на установление соответствия. Стандартно. Оценивается в два балла. Задание номер семь. Снова задание задачка. Задается условие. В данном случае Антон у нас решил взять кредит. И нам задается вопрос, на который нам необходимо ответить. Обращаю ваше внимание на то, что вот это задание необычное. Несмотря на то, что оно не новое. Подобное задание уже у нас фигурировало в сборнике Котовой и Лисковой. То есть мы с ним уже знакомы. Но тем не менее формат этого задания довольно необычный. Это задание на финансовую грамотность. Здесь нам необходимо найти информацию, которая позволит сделать вывод, что Антон владеет основами финансовой грамотности и относится к рациональному потребителю банковских услуг. Несложное задание. Главное внимательно прочитать и внимательно проанализировать. Как вы заметили, это тоже экономика. Оценивается в два балла. Ответов также может быть от двух до четырех. Задание номер восемь. Это у нас блок социология. На анализ суждений. Оценивается в два балла. Правильных ответов может быть от двух до четырех. Опять же задание вполне стандартное. Формулировки все знакомые. Задание номер девять тоже стандартное. Довольно объемное оно здесь. Здесь необходимо проанализировать диаграмму и из списка выводов выбрать подходящие, правильные, которые можно сделать, глядя на эту диаграмму. Это задание оценивается в один балл. И сразу скажу, что это задание не требует каких-то специальных обществоведческих знаний. Здесь достаточно лишь внимательно посмотреть, внимательно проанализировать и саму диаграмму, и соответственно выводы, и выбрать правильные выводы. Десятое задание. Оно у нас по блоку политика. Снова на анализ суждений. Вы видите, что форматы заданий повторяются. Оценивается в два балла. Правильных ответов может быть от двух до четырех. Одиннадцатое задание. Это снова политика. Снова задание-задачка, где задается условие. Оценивается в два балла. Правильных ответов от двух до четырех. Задание номер двенадцать. Оно у нас всегда по конституции. Ну, например, как здесь. Выбрать положение, которое характеризует социально-экономические права гражданина Российской Федерации. Это задание оценивается в один балл. Правильных ответов может быть от двух до четырех. Номер тринадцать. Тоже всегда по конституции. Это задание бывает двух типов. Первый тип, который как раз-таки содержится в демоверсии, необходимо установить вопросы и субъекты государственной власти Российской Федерации. То есть, кто ведает вопросами только центр, либо совместное ведение федерального центра и субъектов Российской Федерации. Второй тип этого задания – это установить соответствие между полномочиями и органами государственной власти. Задание оценивается в два балла. Четырнадцатое задание – это у нас право на анализ суждений. Оценивается также в два балла. И правильных ответов тоже может быть от двух до четырех. Опять же, все формулировки знакомые, все стандартно. Задание пятнадцатое на установление соответствия. Оно тоже по праву. Оценивается в два балла. Ну и последнее тестовое задание – это задание номер шестнадцать. Опять же, по блоку право оценивается в два балла. Правильных ответов может быть от двух до четырех. И это снова знакомый тип уже задачка. Когда задается условие, нам необходимо, соответственно, ответить на вопрос. После чего нас встречает вторая часть. И встречает она нас текстом. И первое, что нам предстоит с вами выполнить – это четыре задания по тексту. Семнадцатое, восемнадцатое, девятнадцатое и двадцатое – это задания по тексту. Причем задание номер семнадцать. Оно исключительно по тексту. Наша задача – прочитать текст. Дальше изучить вопросы, которые, собственно говоря, нам задаются в семнадцатом задании. Найти ответы на эти вопросы в самом тексте и просто выписать цитаты из текста как ответ на вопрос. Задание семнадцатое очень простое, потому что тут фактически проверяется наш с вами умение анализировать текст и внимательно его читать. Оценивается оно в два балла. Следующее задание номер восемнадцать. Это задание уже посложнее. Оно состоит из двух частей. Первая часть. Нам необходимо указать не менее трех основных признаков какого-то понятия. В данном случае это налог как законно установленный платеж физических и юридических лиц. Соответственно, обратите внимание, уже признак законно установленный платеж физических и юридических лиц мы использовать не можем, потому что в самом условии этот признак указан. Соответственно, что мы можем написать? Ну, например, что налог является общеобязательным платежом. Или, например, что он является индивидуально безвозмездным платежом. Или, например, что налоги направлены на финансирование деятельности государства. Вторая часть этого задания. Нам необходимо объяснить связь любой из указанных автором основных функций государства с достижением долговременного экономического роста. Соответственно, наша задача снова посмотреть текст, найти, какую же автор там указал основную функцию государства. Он там их несколько указал. Нам нужно взять любую одну из них и объяснить, как эта функция связана с достижением долговременного экономического роста. Соответственно, это объяснение, одно-два предложения, просто раскрываем эту связь. 18-е задание у нас оценивается в 2 балла. Следующее задание, задание номер 19, сразу скажу, что 19-е задание оценивается в 3 первичных балла, и это задание на примеры. В данном случае, используя обществоведческие знания и факты общественной жизни, проиллюстрируйте примерами предоставление домохозяйствами любых трех факторов производства другим экономическим агентам. Хочу заметить, что примеры всегда конкретные, всегда четкие и ясные. Ну, допустим, Иван, глава семейства Ивановых, работает водителем автобуса. То есть, Иван у нас предоставляет другим экономическим агентам такой фактор производства, как труд. А у нас есть конкретный Иван Иванов, который конкретно что-то делает. Он предоставляет свой фактор производства труд, то есть он работает водителем автобуса. Таких примеров нужно написать 3. Соответственно, за каждый пример вы зарабатываете 1 балл, и того в сумме за задание есть возможность получить 3 первичных балла. Задание 20. Используя обществоведческие знания, приведите 3 аргумента, подтверждающих необходимость активного вмешательства государства в экономику. Чем аргумент отличается от примера? Если про пример мы с вами говорили, он конкретный, он в пространстве и времени описывает какую-то ситуацию, иллюстрирует эту ситуацию, то аргумент более общий. Аргумент применим к нескольким одинаковым или похожим ситуациям. Что мы можем использовать здесь в качестве аргумента? Рынок не способен в необходимом количестве или вообще не способен производить общественные блага. Поэтому активное вмешательство государства в экономику необходимо для того, чтобы создавать общественные блага. Условно говоря, например, обеспечивать образование, здравоохранение и так далее. Это задание у нас оценивается в 3 балла. Дальше, задание 21. Очень приятное, очень такое довольно легкое, если уметь его решать. Это задание на анализ графика. Оценивается оно в 3 балла. Приятное задание, главное научиться его решать. 22. Это задание-задача. Опять же, нам задается какое-то условие, после чего задают вопросы. Задание оценивается в 4 балла. Тоже довольно приятное задание. Не сильно сложное, но иногда попадаются вопросы, конечно, с подвохом. 23. Это задание у нас стандартно по Конституции. Оценивается в 3 балла. Необходимо на основе положения Конституции объяснить смысл определенных характеристик нашего государства. Ну, допустим, республиканская форма правления, демократия и государство с многообразием форм собственности. Есть, кстати говоря, второй тип 23-го задания, когда нам дается одна характеристика нашей страны, а мы на основе положения Конституции должны 3 аргумента, ну или 3 подтверждения этой характеристики написать. Опять же, если знаем Конституцию, если умеем с ней работать, если понимаем, что нужно написать, задание очень даже решаемое. Ну и теперь боль всех сдающих общество знания. Это задание номер 24-25. 24-е задание это план. Нам задается определенная тема, это судебное разрешение гражданских споров в Российской Федерации, например. И по этой теме нас просят составить сложный план. При этом он должен содержать не меньше трех пунктов, непосредственно раскрывающих тему по существу, и каждый из этих пунктов должен быть детализирован под пункты. Это задание оценивается в 4 балла. Обращаю ваше внимание, что эти 4 балла крайне сложно заработать. И для того, чтобы выполнить это задание, выполнить его на максимум, необходимо просто идеально разбираться в теме и, соответственно, уметь правильно составлять эти планы. Ну и последнее задание, задание 25-е, которое весит у нас целых 6 баллов. Оно состоит из трех частей. Первая часть. Нам необходимо обосновать что-либо. Обоснуйте значимость гражданского судопроизводства для укрепления законности и права порядка в Российской Федерации. Нам задается опять же эта тема какая-то. Нам нужно обосновать. Вот это обоснование оценивается в 2 балла. Дальше нам задается вопрос за защитой каких нарушенных либо оспариваемых прав, законных интересов, а заинтересованное лицо вправе обратиться в суд. Нам нужно указать три таких права или законных интереса. Соответственно, отвечаем на этот вопрос, зарабатываем еще 1 балл. И следующий элемент, третья часть этого задания. Нам необходимо привести по одному примеру, иллюстрирующему конкретную ситуацию, связанную с нарушением оспариванием каждого из указанных в пункте. 2 прав и свобод. То есть нам нужно еще привести три примера. Мы здесь указали три права во втором пункте или интереса. И, соответственно, нам нужно привести пример конкретной ситуации, когда эти права нарушаются, оспариваются. И за это мы можем заработать еще 3 балла. Итого, соответственно, в сумме 6 баллов. Задание очень объемное, довольно сложное. Тоже тут очень важно грамотно уметь это задание решать. Помимо прочего, естественно, очень много нужно знать с теорией для того, чтобы это задание выполнить. Ну что, посмотрели на демоверсию? Заметили, да, что никаких структурных изменений нет. Вариант как выглядел, так и выглядит. Задания, которые представлены в демоверсии, тоже не являются какими-то очень необычными. Все формулировки стандартные, все задания знакомые. Ну, скажу так, фипишные. Но все-таки есть ли у нас изменения? Скажу я вам так. Есть. И эти изменения в кодификаторе. Кодификатор это второй важный документ. И почему он важный? Потому что в нем собраны все те темы, которые могут встретиться нам на ЕГЭ. Итак, давайте смотреть. То, что нас с вами интересует, находится сильно пониже. Пролистываем. Вот он. Раздел 2. Перечень элементов содержания, проверяемых на Едином государственном экзамене по обществознанию. Сначала мы с вами пробежимся прям вот по полным таким темам, которые у нас новые добавились. Ну, вот она, собственно говоря, первая такая глобально новая тема, большая. Это блок социологии, социальные отношения, тема 3.10. Особенности профессиональной деятельности в сфере науки, образования и искусства. Особенности профессиональной деятельности в экономической и финансовых сферах. Особенности профессиональной деятельности социолога, социального психолога. Особенности профессиональной деятельности политолога. Юридическое образование. Юристы как социально-профессиональная группа. Вот этот вот минус означает то, что этой темы раньше не было, соответственно, она для нас новая. В целом, вы можете догадаться, что тема не сильно теоретическая, то есть она описывает в основном наше с вами знание общественной жизни, понимание того, как устроены какие-то профессии, чем вообще занимаются люди. И как вы видите, профессии здесь в основном социально-гуманитарные. Следующие сильно новые темы, отмеченные знаком минус и показывающие нам то, что раньше их не было. Тема 5.17 и 5.19. Блок права. 5.17. Административный процесс. Судебное производство по делам об административных правонарушениях. И 5.19. Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство. Однако это не все изменения. Есть еще такие вот маленькие элементы, которые добавили в темы, которые уже были раньше. Давайте на них смотреть. Первый элемент нас встречает в теме 2.4. Экономические отношения и экономические интересы. Не то чтобы их раньше этого прям не было, но вот сейчас ее, знаете, так вот четко обозначили в кодификаторе. А еще хочу обратить ваше внимание. Те элементы темы, которые написаны курсивом, да, вот, допустим, экономическая деятельность, не будут встречаться на ЕГЭ 2025, поэтому на них мы с вами спокойной душой не обращаем внимания. Следующая новиночка, тема 2.11. Финансовые технологии, финансовая безопасность, цифровые финансовые активы. Опять же, не могу сказать, что это прям сильно новое, но активно в заданиях это не использовалось. Посмотрим, добавят ли какие-то нам новые необычные задания. Будем с вами ждать. Ну и помимо прочего, тут важно понимать, что это такая тема тоже больше из общественной жизни, больше новостная. Нужно читать новости. Тема 2.15. Здесь у нас добавились налоговые льготы и вычеты, налогообложение, субсидирование. Этого раньше не было, не спрашивалось. Также будем с вами ждать новых заданий. Теме 2.16. У нас появился новый элемент, это связь между показателями ВВП и ВНП. Переходим к социальной сфере. Теме 3.2. У нас появились этнокультурные ценности и традиции. Миграционные процессы, видите, снова курсив. Не обращаем внимания. На тему 3.10 уже посмотрели. Выяснили с вами, что она у нас полностью новая. И еще немножечко изменений произошло в пятом блоке. Это правовое регулирование. У нас введение в правоведение. Здесь у нас добавились. Тему 5.11. У нас добавилось законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Тоже не могу сказать, что это прям сильно что-то уникальное, что-то новое. Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. И также появилась ответственность за налоговое правонарушение. И в теме 5.12 у нас добавилось образовательное право в российской правовой системе и образовательные правоотношения. Опять же, да, не сильно новое. То есть мы в целом все это с вами проходили и изучали. Но теперь вот чуть больше внимания мы этому уделим. Ну что, ребят, по изменениям в кодификаторе это все. Не могу сказать, что изменения какие-то сильно прям там критические. Не могу сказать, что объем теории у нас возрастут прям в невероятных каких-то объемах. Однако, прослеживается такая тенденция, что чуть-чуть нам усложняют все-таки наш предмет. Поэтому наша с вами задача учиться, учиться еще раз учиться. Не стоит переживать. В целом все это пройти, все это изучить вполне реально. Поэтому не расстраивайтесь раньше времени. Единственное, что хочу еще отметить. Вы, может быть, заметили, в самом начале документа было написано, что это проект. Сейчас покажу. Вот, обратите внимание, красным таким вот шрифтиком проект. И в целом, да, вот водяной знак тоже проект ЕГЭ 2025. О чем нам это говорит? Что вполне возможно, да, что еще будут какие-то определенные изменения. То есть это пока еще не утвержденный документ. Поэтому, конечно же, будем следить. И если вдруг какие-то еще изменения возникнут, я вам обязательно расскажу. А чтобы подготовиться к ЕГЭ по обществознанию на 80+, вместе со мной, переходи в описание. Ну что, ребятки, на этом все. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу изменений. С вами была я, Дарья Нелыш. Всех обнимаю. Пока-пока.